Друзья, приветствую всех! С нами сегодня Игорь Элипсис, профессор, ученый, экономист. Будем обсуждать события, которые связаны с экономикой мировой, российской, украинской, потому что их очень много, и они все очень серьезные. Здравствуйте, Игорь Владимирович! Ну, начну я, конечно, я думаю, нетрудно догадаться, начну я вот с этого огня на фондовых биржах, которое происходит практически повсеместно, и многие эксперты говорят, что это начало большого, очень глубокого кризиса, который будет виден не сейчас, а, скажем, через год, в 2025 году. Что вы думаете по этому поводу? Причины, во-первых, этого кризиса, и действительно, когда мы его увидим? Ну, сказать, какие-то причины большие пока не видны, и я бы пока относился к этому достаточно спокойно. По причине простой. Фондовый рынок, он устроен так, что на нем всегда есть взлет и падение. Это источник заработка для тех, кто работает на фондовом рынке, поэтому кто-то продает на повышение, кто-то продает на понижение, это всегда нормально, и рынок довольно долго рос, рос хорошо, и было понятно, что на это можно хорошо сыграть, если играешь на понижение. Поэтому такие вещи бывают, и вопрос только в том, насколько это будет долгосрочно. Обычно долгосрочно, когда есть какие-то такие очень серьезные глобальные проблемы. Ну, скажем, если мы берем 2008, то там был очень накоплен большой пузырь на рынке недвижимости, и он, соответственно, породил этот кризис. Поэтому тут была какая-то такая глубинная экономическая причина. Сейчас глубинных экономических причин особенно никто не видит. Экономика США находится в довольно хорошем состоянии. Нет никаких кризисных страшных явлений в Японии. Говорят, что это ожидание рецессии в Соединенных Штатах, вот такое страхи, связанные с этим. Рецессию можно ждать, как смерть. Она неизбежна, но когда она придет, мы никогда этого не знаем. Поэтому после роста экономики все ждут рецессии, когда она придет, никто не знает. И в экономике США, повторяясь, ситуация такая, ну, в целом нормальная. Там нет никаких особых проблем. Там что произошло? Там чуть-чуть. Ну, как вам сказать, опубликованная статистика оказалась хуже, чем ожидали аналитики фондового рынка. Сразу начинается паника, сразу начинаются рекомендации продавать, 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 а вдруг дальше будет еще хуже. И начинается вот этот обвал, который характерен для фондового рынка. Не будем забывать, что фондовый рынок – это место, где люди играют в спекуляцию. Это нормально, потому что это как бы источник заработка. Поэтому это вполне понятная история, если вы знаете, в общем, уже идет довольно большой отыгрыш на многих рынках. Скажем, в Японии упало примерно процентов на 12 общая характеристика рынка. А потом отыграло на следующий день на 10. Но не похоже пока на большой рынок и большой обвал рынка. Ну, посмотрим. Мы еще не знаем, что произойдет дальше. Конечно, в любой экономике есть масса нерешенных проблем. И в США есть проблемы, связанные, скажем, с тем, что у них растет государственный долг, и у них сложные отношения с Китаем. И во что это превратится. Все же обсуждают, что США могут угробить экономику Китая, но как-то реже задумываются о том, что падение экономики Китая сильно ударит и по экономике США. Они настолько связаны, настолько сильно идет товарообмен, что падение Китая ударит и по экономике США. Исчезнут рынки сбыта для американских компаний. Так что тут такая зависимость общая. Но пока каких-то серьезных угроз я не вижу. Пока каких-то таких накопленных страшных пузырей, которые вот-вот взрываются, нет. Так что, в общем, пока, я думаю, нам не стоит впадать в панику. Это не та история. Ну, коррекция. Знаете, на фондовом рынке есть такое слово. Коррекция. Ну, похоже на это. Многие еще говорят о том, что, ну, объясняют, да, эти обрушения тем, что в Соединенных Штатах спад производства, что на Ближнем Востоке эскалация. Ну, и говорят о том, что этот кризис должен был начаться в 18-м еще году, ну, дескать, были уже все пред, так сказать, но, дескать, пандемия, да, что это как бы завершение такого сверхдлинного цикла экономического роста. Но пандемия немножко, так сказать, откорректировала эту ситуацию. И вот сейчас все-таки это будет, но будет чуть позже. Или это все-таки экономические фантазии? Вы знаете, есть просто такая любимая игра, которая никак не доказуется научным образом, доказательств ее не существует, но что каждые 10 лет должен быть цикл. Вот был восьмом, значит, где-то в 2018-м все, зуб даю, обязательно будет кризис. Вот это такая точная механика прогноза, которая очень редко сбывается. Это такое, знаете, скорее суеверие, что каждые 10 лет вот небо падает на землю, и с этим ничего не поделаешь. Ну, как вы помните, не случилось в 2018-м, не случилось в 2019-м, а пандемия началась только серьезно по 2020-м. Так что нет этого, скорее, такого закономерного роста или падения нету, есть накопленные проблемы, есть как бы ситуация довольно непростых отношений с Китаем, но мы видим, что американская экономика, она довольно адаптивная. Это раздражает людей, которые ненавидят Америку, но американская экономика адаптивная, и она вот уже сейчас начинает как бы аккуратно, ну, как вам сказать, отодвигаться от Китая. Она ослабляется в зависимости от Китая, она переносит производство в Мексику, и в этом смысле, даже если Китай рухнет, то уже будет чуть слабее, так сказать, катастрофа в экономике США, чем была бы несколько лет назад, когда они все были связаны, и если бы рухнул Китай, то прекратилось бы производство, и компании американские, которые вынесли производство в Китай, бы рухнули. Но теперь уже не так, они активно вынесли производство в Мексику. Так что в этом смысле уже как бы некое такое прошутирование происходит. Ну, не видать никаких проблем. Не забывайте, что США неплохо заработали последние годы, замечая Россию, на рынке нефти и газа. Это не драматически огромные деньги, но это все-таки деньги. США могут еще нарастить добычу нефти и удешевить бензин, что даст толчок экономической деятельности. США это все возможно. Кстати, приход Трампа очень многое может изменить, потому что Байден довольно жестко блокировал развитие нефтяной промышленности США. Ну, там была же любимая игра этих самых демократов, переход энергетический, да, зеленая революция. Ну, вот, соответственно, если Трамп чуть помедленнее будет это делать, то могут опять быть размороженные месторождения, которые не добываются сейчас, не извлекаются. Соответственно, может быть дополнительный доход от экспорта нефти, от того, что, соответственно, будет занятость. Там много чего еще можно в экономике делать. И по-прежнему экономика США лидирующая, но еще техническая экономика мира, по-прежнему она продает свои продукты и услуги по всему миру, и никто другой эту позицию поменять не в состоянии. Китай не может их заместить. Поэтому, как бы, общеэкономическая ситуация более-менее нормальная. Там нету проблемы обыли населения. Экономика США имеет растущее каждый год население. Люди по-прежнему туда мигрируют, и там с рабочей силы достаточно хорошо. Ну, да, немножко выросла работица, но это, в общем, повторяю. Бывает, то в одну, то в другую сторону. И, кстати, сами сотрудники ФРС, которые, в общем, это контролируют, они говорят, ну, как вам сказать, судя по показателям, какая-то ситуация похожая на приближение к рецессии. Но это еще не рецессия, экономика в хорошем состоянии. Поэтому я бы пока вот так в панику не впадал. Игорь, как вы считаете, может ли быть подспудным каким-то накоплением для отрицательных каких-то явлений? Тут факт, что почти три года назад начались события, которые все-таки приводят, ну, во-первых, большая русско-украинская война, во-вторых, начались почти год назад события на Ближнем Востоке. Ну, то есть изменения вот этих вот экономических связей, рушатся же многие связи, они меняются, а там перестраиваются. Вот вчера, например, Шойгу ездил, летал в Иран, там для того, чтобы они договаривались о том, что кто кому оружие будет давать, кто кого будет поддерживать. Это же все так или иначе отражается на экономике. Смотрите, сегодня в России, например, как премьер, самая маленькая за всю историю последнюю 20-летнюю безработица, потому что некому работать. Эмигранты уехали, там очень многие ушли на войну. Более того, рынок не конкурентоспособен, потому что на войне платят столько, сколько бизнес платить не может. Вот извините, что я перескакиваю так уже на российскую экономику, но это один из примеров. А ведь такие изменения происходят, скажем, на море, очень серьезные изменения на Ближнем Востоке, хуситы, порты и так далее. Это не может вот накапливаться и привести, так сказать, к тому, что мы все-таки называем мировым кризисом, общемировым. Ну, смотрите, все, что вы рассказываете, есть вещи локальные. Очень. И экономика России – это очень крохотный кусочек мировой экономики. И перевозки, на которые пытаются нападать хусит – это не драматическая история. Просто, чтобы все это сказалось на мировой экономике, должны быть значительно большие масштабы, как мы скажем, возмущений, чтобы это что-то повлияло. И Ближний Восток, смотрите, там максимум, что может произойти, может произойти падение цены нефти. Это вот возможно. Для США это, кстати, было бы не так уж и плохо. Да, может быть, немножко упали бы доходы, прибыльность нефтяных компаний, зато, в общем, можно было бы снизить цену на бензин, и Трамп бы мог предпрезентовать как огромное достижение своей администрации, которая могла удешевить бензин. А в этом случае максимально будут увеличены масштабы добычи и продажи нефти. Потому что, ну как вам объяснить, страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, они вовсе не такие устойчивые, богатые, как иногда многим кажется. Они сильно зависят от цены нефти. Даже у Саудовской Аравии не очень хорошая финансовая ситуация, и если, в общем, они будут иметь падающие доходы от нефти, то они начинают качаться и могут потерять свою власть над страной. Поэтому они будут, что делать? Они будут снижать цены, увеличивать поставки, и тогда будет как бы ситуация для экономического роста лучше. И в США, и в Европе, и в Китае. Но, правда, Россия рухнет. Ну, это кого волнует в мире, что Россия рухнет? Это никого не волнует, да? Поэтому, ну как бы... Наоборот, нам бы хотелось, чтобы она уже скорее рухнула. Я бы сказала так. Ну, вот я повторяю, что никто в мире поэтому не заплачет по России. Поэтому, да, Россия, она может оказаться в беде. И поэтому, конечно, вот для нее эти события могут быть тревожными. Потому что, если начнется такое отпускание цен ОПЕК, а Саудовская Аравия, она, в общем, так аккуратно рынок щупает. Она в прошлом году взяла, например, на несколько месяцев ввела сильно пониженные цены, чтобы проверить, что будет и как это будет рынок реагировать. Ну, они там, я бы сказал, что временное явление. Но, тем не менее, они пошли на снижение цен. И у них уже, насколько я понимаю, немаленький государственный долг у Саудовской Аравии. У них уже сокращены социальные пособия коренному населению. Потому что с деньгами стало не так хорошо, как было. Поэтому они могут пойти на снижение цен. И тогда Россия попадет в страшную беду. Потому что она как держалась на доходах от нефти, так и держится. Они, кстати, снижаются. Они существенно меньше оказались уже в этом году, чем ожидал Минфин. Существенно меньше Минфин ожидал лучшей ситуации для исполнения бюджета. Поэтому мы еще не знаем, какие мы увидим итоги исполнения бюджета к концу года. Какой будет дефицит. Так что в этом смысле не все так славно, как казалось бы России. Но для мировой экономики какой-то особой проблемы нет. Повторяю, все, что может произойти в мировой экономике, требует очень больших, сильных изменений. Вот если действительно начнется какой-то обвал в Китае, ну тогда мы вернемся к теме мирового кризиса. Это вал можно. Китай пытается как-то выкрутиться, статистика противоречивая. То одни показатели ухудшаются, то вот сейчас немножко вроде оживает, так сказать, внутреннее потребление. Мы следим за этим, затаив дыхание. Потому что, ну как бы, вот источник бед, он лежит в Китае. Сейчас больше, чем где-либо. Если Китай начнет какую-то операцию против Тайвана, или Китай не справится с экономикой, начнется обрушение, тогда будет действительно глобальный мировой кризис. Это правда. Ну вот уже, я последние три года слышу о том, что кризис в Китае на рынке недвижимости, в области строительства и так далее. Об этом говорят очень многие экономисты, эксперты. И он все вот, говорят и говорят, но он все не начинается. Ну, по крайней мере, безуально. Начинается. Вы, Наталья, вы что говорите? Это бог с вами. Он не только что начинается, он в таком пике, что дальше разговаривать нельзя. Там рухнуло две крупнейшие девелоперские компании. Просто рухнули. Это была страшная история. Там были ситуации, взрывали целые кварталы непостроенных и непродных небоскребов. Там практически государство уже бросило сектор девелопмента на произвол судьбы. У них не хватает денег его поддерживать. Кстати, очень большая беда, потому что девелопмент в экономике Китая занимает что-то процентов 30 ВВП. Поэтому то, что там происходит, это очень большая беда. Но они не могут его поддерживать, им не хватает сил уже на это. Им сейчас нужны деньги не на то, чтобы поддерживать девелоперов, а на то, чтобы как-то стимулировать внутреннее потребление. Поэтому там кризис в рынке девелопмента давно идет и очень тяжело. Я, наверное, Игорь Владимирович, некорректно выразилась. Я имела в виду, что нет общего кризиса экономики. Вы говорите, что если там что-то начнется, то тогда да. Но то есть пока не начинается, а тогда у них там сносят целая гора. Помните, они лет 20 назад начали строить города вот этим квадратно-гнездовым способом, почему? Это загадка. А почему у них так случилось, что они не заселяются? Ну, смотри. Много? Это вот одна из любимых историй, что в Китае народу много, и это поэтому страшная проблема. Но, знаете, народ, он, безусловно, выбирает, где живет. Если вы посмотрите Китай, то там есть некая такая, я бы сказал, физически-этническая география. Вот я бы так сказал. Значит, суть в том, что есть огромная равнина, которая идет так в районе, значит, чуть севернее Шанхай, насколько я понимаю. И вот там и живет основная часть народа Хань, а это основная часть народа Китая. Вот они живут на этой равнине. Это довольно близко к морю, это довольно теплые места, и, в общем, население хочет жить там. Китайцы думали, что они смогут сдвинуть население с этой равнины севернее, северной региона Китая. Вот там были построены эти города на вырост, к ним были проложены шикарные магистрали, но и была идея, что там тоже люди приедут, потому что более дешевое жилье, начнется экономический подъем. Вот это не получилось. Люди ехать в северные территории Китая не хотят. Это, кстати, насчет того, что эти территории, между прочим, куда южнее, чем Сибирь. Китайцы не идут даже в собственные северные регионы, а мы почему-то полагаем, что китайцы массово рвутся заселить в Сибирь. Не рвутся они. Поэтому вот они построили города на вырост, а роста нету. Экономика Китая притормозила. И это, в общем, связано, ну как вам сказать, это еще не ловушка среднего дохода, но это уже близко. Китай поднял заработную плату, и Китай очень сильно потерял конкурентоспособность. Китай поднялся на дешевые рабочие силы, сегодня это не так. Сегодня ставка оплаты труда в Китай, насколько я смотрел, последнюю статистику где-то 8 долларов в час. То есть они приближаются где-то к 1300, иногда и больше долларов в месяц. Это не дешевая рабочая сила. И поэтому такой гигантской экспансии, как у них была когда-то, они себе уже обеспечить не могут. Поэтому, что называется, им становится сложно. Они пытаются сейчас, наоборот, выносить производство во Вьетнам, где подешевле рабочие силы. Ну то есть Китай как бы добился успеха, поднял благосостояние среднего, но это благосостояние это рост заработной платы, рост заработной платы удорожается товары, повышаются цены на китайские товары, становится труднее китайские товары продавать. Экономика, она, знаете, такая сложная штука. Тут интересно было бы сравнить Китай с Индией, которую часто сравнивают, что, дескать, с отставанием на 20-30 лет, она идет вслед за Китаем по своему росту. Но Индия с самого начала сделала ставку на совсем другие вещи. Не на дешевую рабочую силу, а на эти технологии и на некоторые другие. То есть они подошли немножко по-другому. к точкам роста и получается, что они более прозорливы. Ну, у них там есть свои, конечно, какие-то сдерживающие моменты, кастовое сообщество и многое другое. Но, тем не менее, как вы оцениваете рост Индии сегодня по сравнению с Китаем и его возможности? Ну, знаете, про то, что Индия вот-вот выстрелит, говорят, черт знает, когда об этом еще Черчилль шутил, что экономика Индии это гигантская экономика, которая никак не может стартовать. Вот. И эта шутка его до сих пор остается правильной. Вот вы мне рассказываете про IT. Но ведь давайте маленький вопрос зададим. IT – это зона работы более-менее квалифицированного персонала и не очень многочисленная. Ну, там есть несколько таких городов, которые более-менее, в общем, хорошо развиваются, как IT-центры. В общем, Индия работает и на свой рынок, работает международный, занимается аутсорсингом программного продукта. Все это правда, но это очень маленькая часть от гигантского населения Индии. У Индии такое количество проблем, которые преодолеть, ну, наверное, просто невозможно. Поэтому насчет того, что будут какие-то дивные перспективы роста экономики Индии, я сильно сомневаюсь. Они с этим проблемой не справятся. И, в общем, у них это может и не получиться. Слишком сложная страна. Но как вам объяснить? Вот все-таки, когда вы говорите про Китай, да, в Китае очень много национальностей. В Китае, кстати, будете в Пекине сходить, есть такое место, называется Парк народов. Очень интересное место. Я была. Были, отличное место, дивное, совершенно зона Тибета, просто красота несказанная. 150 народов, но основная масса населения доминирует в Ситакане. И это как бы основная, ну, как бы сила Китая, основная масса очень такая концентрированная, однотипная. Это обеспечивает успех. Малые народы есть, но они ничего не определяют. В Индии сложнее. В Индии много народов, в Индии много религий, в Индии огромное количество предрассудков, касты, не забывайте, все это существует. И у Индии есть, кстати, одна из бед, которой нет у Китая. И это проблема женщин. Индийская экономика, индийская культура, это женщина сидит дома и не высовывается. В Китае, как вы знаете, совсем не так. Женщина активный участник экономики и вносит огромный вклад в экономический рост. В Индии этого нет, победить это не удается. Очень традиционалистская экономика, очень такие традиционные мотивы запрета участия женщин в экономике. И это очень сильно ослабляет. Поэтому насчет того, что Индия станет вторым Китаем в 21 веке, я в этом сомневаюсь и думаю, что из этого ничего не выйдет. Кроме того, не забывайте, страшные религиозные конфликты между мусульманами и другими религиями. Там националистические конфликты, там постоянный, в общем, мялотекущий конфликт с Пакистаном, там очень сложные отношения с Китаем, там что-то так, что там, ну, столько бед и столько проблем, что я не думаю, что мы увидим какой-то бурный рост экономики Индии, она станет новым двигателем мировой экономики и потеснит Китай. Не будет этого. Ну, единственное, что говорят, что они занимают все большее уже лидирующее место на рынке программного обеспечения мира, да, что там, да, ну, посмотрим, видите. Это не черная металлургия хорошая, у них есть такая автомобильная промышленность, я не спорю. Мне не разделяются, многие эксперты говорят, что нет, таки они рванут в ближайшие годы, но будем наблюдать, будем наблюдать. Вы помоложе, у вас больше горизонт, впереди наблюдение. Интересно, интересно поговорить про российскую экономику, здесь тоже есть свои моменты, которые, наверное, было бы нам с вами сегодня интересно обсудить. Последние там полгода говорят, ВПК, ВПК, то есть, Путину удалось перестроиться, все работает, покупательная способность высокая, безработицы нет и так далее. Но мы видим, что образовался очень сильный дефицит людей, очень сильный, да, рабочие силы. и сейчас же опять рост, так сказать, выплат военных произошел. Путин, как бы, получил указ 400 тысяч, это очень серьезная конкуренция для гражданского сектора, очень серьезная. Никто не может столько платить. Иммигранты, как мы уже говорили сегодня в этой программе, уехали. Ну, не все, конечно, но отток виден, ну, потому что еще это государственная политика, вот, и такое ощущение, что Россия все же упирается в потолок какой-то для себя, да, который может привести к обрушению. Что думаете по этому поводу, Игорь? Ну, то, что так будет, я давно говорил, что вот этот рост, он является истерическим, он не может быть устойчивым, но просто потому, что у России нет устойчивых ресурсов для долгосрочного роста. Я об этом целый цикл записал в прошлом году, и народ по этому поводу меня обозвал апокалипсицем и сказал, что я страшилки рассказываю, экономика растет, и Путин рассказывает, что они нашли экономическую модель жизни для России, и теперь мы вообще будем лидировать, во всем мире будем самая богатая экономика. Все это чепуха, все это липа, и вот сейчас как бы мои страшные прогнозы начинают так нехорошо для России сбываться, потому что мы последние месяцы абсолютно четко видим, что экономика России уперлась в стену. Не знаю насчет потолка, вот в стену точно уперлась, и вперед перестает двигаться вообще, вот потому что, ну как вам сказать, ресурсы нужны, чтобы развивать экономику, нужны ресурсы. Это нужны рабочие руки свободные. Когда мне там рассказывают про сталинские пятилетки, как мы тогда рванули, мы тогда всех уж удивили своими темпами роста. Так вы же смотрите, что было тогда. Была крестьянская страна, и людей из деревни перевозили в города, они начинают работать на новых промышленных предприятиях, был процесс урбанизации, он и в Китае произошел. Вот когда процесс идет урбанизации, то происходит бурный экономический рост в городах, это все понятно, сельское хозяйство теряет людей, а промышленность нарастает. Сейчас это в России не сделаешь, никакого переселения, никаких застойных ситуаций, безработицы, населения нету, село, наоборот, вымирает в России от отсутствия людей, поэтому, что называется, все люди в городах, все люди в промышленности, более того, людей становится все меньше и меньше. И вот то, что Путин повышает, выплат означает, что у него начинает иссякать ресурсы даже для военных целей, но просто потому, что страна конечна. Как вам сказать, огромная дефектность политики российских властей в том, что страна огромная, население тьма и бабы новых нарожают. Вот эти концепции, они сидят в голове, они уже ошибочные, потому что, ну смотрите, если вы берете, значит, огромное население России, 140 миллионов человек, по более точной оценке, не 146, а 140, то из этого примерно 42-43 миллиона это пенсионеры. И это только гражданские пенсионеры, без силовых пенсионеров, про них у меня статистики нет, они тоже есть, так что считайте, что из 140 у вас, в общем, 40 миллионов практически сразу это не работа еще население. Дальше дети, дальше еще воюющие, дальше уехавшие, в итоге безработицы на каком-то истерически низком уровне, 2,4, экономисты считают, что более-менее экономика имеет какую-то возможность расти, там если уровень безработицы находится на так называемом естественном уровне, он по-разному, ну в общем, где-то 4,5-5%, ну тогда экономика как-то может расти, потому что ты хочешь построить предприятие, ты можешь на рынке найти людей, а когда у тебя 2,4, то это практически невозможно, найти человека практически нереально, его привлечь, поэтому расширение производства невозможно. Поэтому, что мы фиксируем в последние месяцы, даже по официальной российской статистике, рост затухает, причем затухает даже военная промышленность, я же не говорю про всю экономику, но в промышленности, и поэтому мы ожидаем такого перелома, то есть кончается вот эта полоса, когда заливаю все деньгами, все идет вперед, но все кончается, потому что дальше, чтобы экономика росла, нужно строить новое предприятие, мощности загруженной в России больше 80%, это перегрузка, когда Набеллина говорит о перегреве экономики, то она как раз имеет, что предприятие работает выше, ну как он сказать, нормальной технической уровня степени загрузки, то есть предприятия перегружены, слишком много работы, слишком сильная загрузка оборудования, это чрезмерно, и опять-таки чрезмерно сильные потребности в рабочих руках, их нету, поэтому начинаются какие-то безумные предложения по заработной плате, рекорды уже, вот я смотрел вчера зарплату в добывающей промышленности, квалифицированным механикам предлагают 450 тысяч рублей, это невероятная для России сумма, но нет таких людей, просто их нету, поэтому предлагают любые деньги, чтобы человек приехал и управлял безумным каким-то экскаватором КамАЦу, который стоит черт знает сколько, нужна высочайшая квалификация, а их людей этих нет, ну в общем большая беда в этом смысле, поэтому если у тебя нет рабочих рук, то даже если ты добыл оборудование, то кто этим управлением оборудованием будет заниматься, ну некому, поэтому да, экономика России уперла в стену, на последние месяцы мы наблюдаем замедление темпа, и оценка такая, что второй полугодие в уже этого года будет значить экономически хуже, чем прежнее, к тому же падают доходы от экспорта, и между прочим, еще и начинается очень сильно сжатие импорта, то есть Российская... Тут же получается, что импорт сократился, и значит у населения на руках огромное количество денег, тратить эти деньги не на что, и что получается, не обеспечит, то самое получается, что инфляция, которая будет не обеспечена, сошла. Конечно, она и проявляется, посмотрите, как ЦБ пытается ее затормозить, но он мало что может с этим сделать, потому что инфляция имеет корни, не лежащие в зоне возможностей ЦБ, в том числе, например, у нас инфляция в России возникает по импорту, ну потому что импортные товары дорожают, ну все там обсуждают проблемы с закупками товаров по импорту, деньги-то не доходят до китайских поставщиков, а от них не идут товары, соответственно, поэтому, значит, соответственно, сокращается предложение, и растут цены, и это означает, что растут цены по той части, к которой деятельность с ЦБ отношения не имеет. ЦБ не может снизить цены импортных товаров, у него для этого нет никаких инструментов, он может только попытаться каким-то образом укрепить рубль, но если он укрепит рубль, что мы сейчас наблюдаем, то мы наблюдаем страшную беду уже в Минфине, в соседнем ведомстве, потому что крепкий рубль это падение доходов бюджета, потому что крепкий рубль это означает, что валютная выручка экспортеров превращается в меньшее количество рублей, с которых ты берешь налог, поэтому вот сейчас рубль укрепился, да, Минфин теряет деньги, если ЦБ будет пытаться еще больше укрепить рубль, то он оброшит бюджет окончательно, ну вот Россия в этой ловушке находится, а если ты не укрепляешь рубль, то у тебя растут цены на импортные товары, у тебя усиливается инфляция, мы вот смотрим последние опросы ЦБ, даже есть статистика, опросы в ЦБ, он спрашивает население, какое они наблюдают инфляцию, ну как бы оценку, вот инфляция по оценкам людей, не по расчетам там Росстата, по оценкам людей, которые ходят каждый день и покупают, где-то 18% годовых, и примерно такого люди ждут, то есть уже очень близко к 20, а за порогом 20 экономисты обычно начинают считать, что инфляция становится галлопирующей, а галлопирующая инфляция разрушает экономику, это давно известно, об этом много написано, захотите почитать, почитайте, вот мы уже подошли к этим значениям, и ситуация такова, что еще есть угроза больше инфляции, она связана с тем, что нужно каким-то образом найти деньги на войну в 25-м году, а с этими деньгами плоховато, и для того, чтобы эти деньги получить, надо ускорить эмиссию, выпускать еще больше необеспеченных денег, она уже идет, люди меня все время спрашивают, а будут запускать печатный станок, прелестные люди, они думают, что он еще не запущен в России, еще как запущен, рост денежной массы последние два года 19-22% в год, экономика растет, допустим, даже по Путину, 3%, а денежная масса на 19-22%, это вам ничего не объясняет, очень даже объясняет, почему такая инфляция в России, вот и получается, что, конечно, инфляция растет, и ее остановить трудно, а инфляция, она разрушает экономику, становится не очень выгодно заниматься хозяйственными деятелями, поэтому Россия загнала себя в большую беду, уже эта беда проявляется в том, что падают темпы роста, начинается замедление покупательской активности, и единственное, что российскую экономику сейчас поддерживает, это, знаете, истерическая ситуация с кредитами, население истерически берет кредит, задолженность населения России достигла по последним цифрам 37 триллионов рублей, это даже больше, чем годовой бюджет России федеральной, бюджет где-то около 36, а задолженно 37, потому что народ боится, что дальше инфляция будет еще хуже, товаров будет еще меньше, истерически бегут, берут кредиты, бегут, покупают, лишь бы успеть хоть что-то купить, а там с долгами потом разберемся. Вот это все, что происходит в России. Ну да, я боюсь, что не разберутся они с долгами, но вот если, смотрите, если сейчас так коротко очень подвести итоги нашему разговору, ну вот и сравнить две экономики, в Украине тоже очень большие проблемы экономические, ну вот я, например, считаю, что Укрзалезницы опять собираются, как они говорят, гармонизировать тарифы на перевозку, ну то есть тарифы вырастут, мы видим, да, хотя в 22-м они уже поднимали эти тарифы, и там, скажем, сейчас стали больше экспортеры использовать грузовиков, они все стоят на границах, ну и все остальные трудности наши и в энергетике, вы знаете, все можно перечислять, но, кстати, света стало больше, но у нас есть очень хорошие партнеры, которые нас серьезно поддерживают, понимаете, то есть у нас там серьезные страны, можно вспомнить Вторую мировую, кто был партнером Советского Союза, в России же наоборот, ситуация такая, что замедляется темпы роста, многие опции просто падают, а в партнерах у них там Китай, Иран, Северная Корея, которые мало чем могут помочь, вот, собственно говоря, какой вывод, ну что мы можем ждать в ближайшей перспективе, вот в сравнительном этом, так сказать, анализе. Ну, мы сейчас не можем это докончать в том виде, потому что мы не знаем, чем кончится война, и как она кончится, и когда она кончится, а без этого у нас можно только строить какие-то сценарии, но я вот людям, которые со мной все время переписываются, мне идет очень много писем из России, люди спрашивают, ну вот когда же все хорошо опять станет, люди как-то верят, что можно вернуться в точку ноля и начать опять хорошо жить, я им отвечаю, что никакой точки ноля у вас больше нет, у вас есть точка минус, и больше ничего, потому что в любом варианте у России впереди беда по многим причинам, прежде всего, давайте начнем с того, что не всем бросается в глаза, Россия разрушила основу существования государства, страшное заявление, я понимаю, но основа государства российского, это всегда были доходы от экспорта, и Советский Союз жил на доходах от экспорта, и Россия времен Путина жила на огромных доходах от экспорта, вот это все разрушено, можно легко найти вышло публикации, несколько посвященных новому докладу, есть еще в России честные ученые, поверьте, они еще попадаются, вышел большой доклад Института энергетических исследований Академии наук о будущем топленергетического комплекса, где написано черным по белому, что Россия больше никогда не будет столько зарабатывать, сколько она зарабатывала до начала войны, никогда, больше никогда таких доходов не будет, а на этих доходах она жила, паразитировала, богатела, покупала шикарные машины, строила шикарные дома, покупала яхты и виллы за рубежом, это все доходы оттуда, этих доходов больше не будет, все, что другое, оно Россию не кормит, у России нет ничего миру интересного, это страшная фраза, у России есть только природное сырье, нефть, газ, уран, минеральные удобрения, немножко черных металлов, был алюминий, от которого сейчас мир начинает отказываться, ну и пшеница, вот все же, чем в России представлена мировая экономика, ничего другого, конечного продукта Россия делать не умеет и не будет никогда уметь, к сожалению, это для россиян страшная мысль, они ее не принимают, проклинают меня всеми словами, но это просто реальная история, надо взять просто статистику внешней торговли и посмотреть по видам товаров, что Россия экспортировала, сразу все увидит, поэтому, когда исчезают доходы от внешней торговли, то понятно, что Россия ждет впереди в любом абсолютно варианте событий бедность, без доходов от внешней торговли Россия обречена быть бедной страной, она будет сжиматься и она очень скоро начнет это демонстрировать, уже начиная с будущего года, я не могу исключить появление проблем с выплатой пенсии, все пугаются, говорят, что вы такие страшные вещи рассказываете, ну, посмотрите простую историю, значит, выплата пенсии это социальный фонд России, социальный фонд это что, работающие делают отчисления, а пенсионерам платят, значит, в России идет оболь населения, опять где-то 300 тысяч в год россиян становится меньше, работающих становится еще меньше, потому что они идут убивать, они не зарабатывают, им платят, да, у них нет отчисления в фонд социальный, люди из России уехали, 600 тысяч лишним, судя по всему, уехал, опять плательщики в социальный фонд сократились, а пенсионеров стало больше, потому что еще люди с территории, которые сейчас присоединены к России не тоже начинают получать российские пенсии, чем раньше по возрасту, чем россияне, значит, поэтому у социального фонда дефицит, более 600 миллиардов рублей, откуда этот дефицит берется, как он компенсируется, его всегда брали откуда, из ФНБ, из федерального бюджета, ФНБ, от ФНБ остались рожки до ножки, он почти весь проедет, есть угроза, что он почти будет весь проеден уже к концу этого года, там сейчас где-то 4-6 десяток триллиона рублей, и мы полагаем, что до конца года оттуда заберут еще полтора, значит, останется всего 3 триллиона, это копейки, и поскольку еще есть огромная проблема, что непонятно, как будут формироваться доходы бюджета, налоговая реформа, кстати, не очень много, поэтому, знаете, еще и беда в том, что как бы Минфин всегда рассчитывал на то, что он еще сумеет одолжить деньги на рынке, они продают облигации, берут в долг у банков, не хотят банки покупать облигации Минфина, собственные, государственные банки Российской Федерации не хотят у собственного государства Минфина покупать облигации, боятся. Боятся нет стабильности, непонятно, что будет. Конечно, поэтому вот была идея, что в этом году Минфин должен одолжить для покрытия бюджета, это было заложено в бюджет, который действует, 4 триллиона рублей, выполнили пока на треть, уже август месяц, восьмой месяц, выполнили на треть, не покупают, а банки говорят, ну давай, может быть я и куплю, но тогда дай мне очень высокую доходность, чтобы мне было выгодно, а Минфин боится давать высокую доходность, тогда ему надо очень много платить, а уже в 26-м году расход на обслуживание госдолга 10% расхода бюджета, дашь еще большую доходность по облигациям, будешь платить уже не 10, а 15, а где же ты эти деньги возьмешь, милок, начинает нарастать, ну как бы, ну как вам сказать аккуратно, ситуация а-ля финансовая пирамида, это еще не финансовая пирамида, но уже близко, и это кончилось, если помните, в 98-м году дефолтом, сейчас мы еще не говорим о дефолте, но мы уже не можем исключить, что движение в эту сторону идет, поэтому получается, одолжить деньги Минфин не может, доходы от экспорта падают, а кстати, если падает импорт, то ведь тоже падают доходы бюджета, по импортным товарам же, я не беру налоги, я не беру акцизы, я не беру НДС, у меня товарная масса уменьшается, поэтому сжатие доходов бюджета идет, а расходы пока большие, и если в 25-м году продлится активная боевая фаза, и нужны будут большие деньги, то откуда будут взяты деньги, мне понятно, а если не будет денег, то это будет уже как раз вот эта самая рецессия, о которой вы говорили, сейчас мы говорим о застое, да, вот ЦБ говорит о застое, темпы они прогнозируют на будущий год от полпроцента до полутора процента роста экономики, согласитесь, не веселые цифры, но вот если еще не будет доходов, и бюджет резко закоротит свои расходы, но денег не будет, то будет просто рецессия, вот это то, что сейчас на горизонте 25-го года, это то, что сейчас вот самая страшная беда для России, посмотрим, возможно, что сейчас будут какие-то резкие телодвижения, потому что, смотрите, вы упомянули про повышение выплат военнослужащим, но это же тоже обременение бюджета, еще обратите внимание, что Путин сделал такую вещь, он предложил, что 400 тысяч дает федеральный бюджет, и приказал регионам еще 400 своих добавить, это значит, что регионы, которые так в России большие, большой беде, большинство российских регионов дефицитный бюджет, они собирают налогов меньше, чем тратят, они берут деньги, просят, ходят в Минфин, просят деньги, добавьте, иначе у нас беда, катастрофа, народ нас снесет, им дают, но вот сейчас им еще при этом приказали больше платить, потому что Россия живет в истерическом режиме, надо обязательно победить, надо добиться победы, любые жертвы возможны, и поэтому Россия разрушает экономику все быстрее, лишь бы в 2024 году добиться победы над Украиной. Ну, победа над Украиной не будет в 2024 году, поэтому смотрим за событиями, наблюдаем. Спасибо большое, Игорь Владимирович, огромное спасибо и за поддержку, и за все. Вы человек честный, мужественный, я вот смотрела все эти приговоры для вас там, понимаете, достойно жить, это особое искусство. Спасибо вам огромное, до свидания. До доброго, счастливо. До свидания.